МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вести Ульяновск в прямом эфире телеканал «Россия» в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Почему заполыхали склады? Большой пожар на локомотивной занялся сегодня в 4 утра, а госавтоинспекторам пришлось перекрывать движение. Сказано построить мост за 3 месяца. Сделано в селе Тинарка новое переправа. Юность великого комбинатора, продолжение вторую часть приключенческого фильма «Бендер. Золото империи» уже оценили ульяновские зрители. И снова у Ульяновской горе. Два крупных пожара с небольшой разницей во времени случились на разных концах областного центра. Накануне вечером загорелись сараи и гаражи на Балтийской влево бережье. Спасателям пришлось вскрывать металлические двери гаражей. Огонь уничтожил все строения на площади в 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Более крупный пожар произошел сегодня ранним утром на локомотивной. И в начале пятого здесь загорело здание склада. Общая площадь составила 360 метров. А в КЧС привлекалось 56 человек. И на 16 метров. На помощь пожарным незамедлительно прибыли специалисты системы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники пожарного надзора Ульгэс обесточил горячее здание. Ульяновский водоканал обеспечил необходимый напор воды. Дорьем строй выделил два поливомоечных автомобиля для оперативного подвоза воды. В общем, с огнем боролись, что называется, всем миром. Мы не только тушили, вскрывали металлические двери и решетки для предотвращения распространения пламени. Резали кровлю, вместе прокладывали пожарные рукава. Совместными усилиями из горящего здания удалось вынести 20 газовых баллонов. Из-за сильного задымления ГИБДД пришлось перекрыть движение транспорта. Возобновили его в половине восьмого утра. Открытый огонь был ликвидирован в 8-13. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Уложились точно в срок. В селе Тинарка открыли новый мост. Старая переправа почти обрушилась. 15 апреля движение по переходу было полностью перекрыто. Глава региона поручил восстановить дорогу ровно за 3 месяца. Вот 15 июля долгожданное событие состоялось. Павел Игнатьев продолжит. Весенний паводок беспокоил жителей села уже много лет. И только в этом году старый мост напоры не выдержал. Вода в Тинарке резко поднялась. Опору размыло, а балки пролетного строения едва удерживали конструкцию. Этот мост через Тинарку – единственная переправа, соединяющая две части села. Когда одна из опор разрушилась, движение было парализовано, а люди оказались отрезанными от цивилизации. Школа, продовольственный магазин, передвижной медпункт остались за мостовым переходом. 200 человек лишились элементарных благ. В экстренном порядке строители начали возводить новую переправу. Глава региона поручил сделать это за три месяца. Срок сдачи объекта – 15 июля. Как сказал губернатор 15-го приедет, сегодня 15-е число, три месяца прошло. 20 единиц техники и 25 рабочих трудились практически круглосуточно. Сегодня они получают заслуженные награды и первыми проезжают по новому мосту. Конечно, мы его сейчас будем каждый год обследовать. Особенно после весенних вот этих паводков. И в целом у нас в области порядка 500 мостов. На сегодняшний день они все обследованы, да, дефектные ведомости у нас составлены. И сейчас вот мы будем здесь проводить совещание как раз о приведении всех мостовых сооружений Ульяновской области в нормативное состояние. Новая переправа через стенарку именно такая отвечает всем требованиям безопасности. Мост получился очень удачно. Восьмиметровая ширина, общая длина его 28 метров. Сам мост 18 метров. Это намного лучше, чем было до этого, конечно. Сейчас все работы полностью завершены. Подходы к мосту и сама проезжая часть проверены и уже пропускают первые автомобили. Угрожающее напоминание – стоп. Жители стенарки сняли. Уверены – больше не понадобится. Сейчас здесь новый знак. Движение открыто. Павел Игнатьев, Антон Дурнов, Вести Ульяновск, из Меликесского района. Продолжается реконструкция, вернее, строительство с нулевого цикла храма всех святых в земле российской просеявших в поселке Глотовка Инзинского района. Напомню, прежняя деревянная церковь в Глотовке сгорела дотла в ночь с 10 на 11 декабря 2017 года. Накануне на храм установили главный купол. Перед поднятием купола и маковки с крестом настоятель храма протеерей Александр Егоров и жители поселка помолились о начале благих дел. После чего рабочие начали, как оказалось, самый сложный этап – демонтаж временной крыши храма. Эти работы заняли больше половины дня. Сам монтаж и поднятие купола начался только после обеда. Тщательная подготовка всех деталей на земле и филигранная работа в небе. Теперь осталась только штукатурка, и внешний храм будет уже готов. Фактически его восстановление началось сразу после пожара. Силами местных жителей и меценатов была расчищена территория. По благословению епископа Барышского и Индинского филарета храм построили каменный. Трудом и средствами настоятелю помогали как люди, ныне живущие в Глотовке, так и меценаты, выходцы из этого поселка. Не осталась в стороне и местная администрация. Ведь храм всех святых в земле российской просиявших – не только символ Глотовки, но и его лицо. Первое, что люди видят, въезжая в поселок. В Ульяновском избиркоме продолжается прием документов для регистрации кандидатов на пост главы региона. Одним из первых в избирательную комиссию обратился временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских. По информации рабочей группы, все необходимые документы, представленные кандидатам в полном объеме, в большой черной папке оказались листы поддержки кандидата. Свои подписи за Алексея Русских оставили 148 муниципальных депутатов. Теперь в течение 10 дней комиссии предстоит принять решение о регистрации кандидата. Напомню, выборы главы региона назначены на 19 сентября. Всего на пост губернатора области выдвинулись 8 человек. В партии ЛДПР выдвинут депутат Госдумы Сергей Маринин. От партии Родина председатель Совета Рекотделения Ильдар Габитов. От партии Яблоко на пост губернатора претендует Олег Горячев. Справедливая Россия за правду выдвинула нового председателя Рекотделения партии Маргариту Боржанову. Экологическая партия Зеленая и депутата Гордумы Ульяновской Геннадия Бударина. От коммунистов России выдвигается депутат Ульяновской Городской Думы Михаил Долгов. Перебоев уже нет. В Ульяновскую область поступила новая партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК или спутник ВИИ в количестве 12 600 доз. Она уже распределена по пунктам вакцинации. Сегодня плановую прививку от коронавируса сделали сотрудники поликлиники Ульяновской областной клинической больницы. К нам приезжает центральная медико-санитарная часть, чтобы привить наших сотрудников практически на месте их работы. Чтобы они не тратили время на походы в поликлинику, чтобы все произошло организованно. И после прививки они вернулись на свое рабочее место. Заведующая поликлиникой Надежда Глушенко привелась в числе первых. Я переболела 6 месяцев назад. К сожалению, в течение времени антитела у меня имеют динамику уменьшения. Я не хочу ждать следующего зарождения. Потому что болела тяжело. Надо привиться. А вот нефролог Алексей Авдеев переболел легко, бессимптомно. Узнал о ковиде только благодаря скринингу. Но снова рассчитывать на счастливый случай не хочет. В этот раз легко, в следующий раз может не легко. А прививка как бы гарант того, что хотя бы тяжелых форм не будет. Исследования тем более проводили. Здесь еще и Аргентина подтвердила. Может к двум странам надо прислушаться. Всего сегодня вакцинировали с около 100 медиков, работающих в поликлинике. Таким образом привиты 90% сотрудников медучреждения. С 1 сентября в Улгу не допустят невакцинированных преподавателей и студентов. Согласно решению ректора вуза с начала нового учебного года к работе в университете не допустят невакцинированных и не имеющих медотвода преподавателей. Также в вуз не допустят переболевших со средним и высоким титром антител. Справку о вакцинации или медотводе необходимо будет предоставить в отдел кадров. Те же требования распространяются и на студентов вне зависимости от формы обучения. Если мы с вами будем дисциплинированными, то, по крайней мере, университет можно сделать фризоной. То есть, ну, давайте, по крайней мере, в университете почувствуем себя нормальными. Мы-то функционированные друг другу не опасны. Поэтому можно значительно понизить риски и значительно понизить, соответственно, меры ответственности. Без, там, масок, перчаток, вот этих спиртосодержащих средств. К слову, Лугу пока единственный вуз в регионе, который принял такое решение. Уборочная кампания проходит по всему региону. Фермеры собирают урожай зимой пшеницы. Одним из лидеров по темпам уборки ежегодно становится Владимир Евстифеев. Агрария из Новоспасского района – яркий пример грамотного подхода к делу. Стройным рядом 11 новых комбайнов собирают урожай с полей Владимира Евстифеева. Новоспасский фермер вышел на уборочную одним из первых в районе. Всего за неделю глава хозяйства планирует закончить работу на площади в семь сотен гектаров. Один день – одна седьмая плана. Владимир Евстифеев, ну что, управимся до обеда? Конечно, управимся. Ну, молодцы. Чтобы работа не останавливалась ни на минуту, Владимир Евстифеев и его сын Николай непрерывно координирует движение техники. Радиосвязь позволяет вовремя разгружать переполненный комбайн. Радиосвязь используем для того, чтобы как можно меньше было простоев, и чтобы все, что своим чередом на потоке стояло. Жара, которая этим летом обрушилась на Ульяновскую область, нанесла удары по урожаю. Если в прошлом году фермер собирал в среднем 50 центнеров пшеницы с гектара земли, то сегодня некоторые поля дают только 30. При этом качество, благодаря грамотному подходу агрария к земле, не пострадало. Качество в этом году есть по всем параметрам. И клейковина, даже третий класс с запасом. После того, как комбайн заполнен, зерно пересыпают в КамАЗы. Грузовики доставляют урожай на зерноочистительный комплекс. Это лишь один из объектов, который Владимир Евстифеев построил за последние несколько лет. Рядом череда ангаров для хранения. Недавно возвели еще один. Еще один склад построил, 18 на 60, для того, чтобы как можно больше разместить у себя пшеницы и немного подождать, когда цена стабилизируется. Хозяйство Владимира Евстифеева – одно из самых крупных в регионе. Благодаря умелому подходу фермер ежегодно выполняет поставленные задачи. А качество урожая всегда на высоком уровне. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Новоспасский район. Поселок Бестужево. Охота за золотом империи набирает обороты, а кинозалы – просмотры. В России стоялась премьера второй части приключенческого фильма «Бендер. Золото империи». В главных ролях любимые актеры Сергей Безруков, Павел Деревянко, Александр Цикал и Вера Брежнева. Безценный жезл сокровища, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-де-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его младого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен, это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Ульяновцы уже успели оценить кинокартину. Фильм просто замечательный. Я посмотрела первую часть, поэтому пришла на вторую. Мне было немножечко, вот хотелось, чтобы не кончался он. Что-то вот еще, 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 еще. Прям прекрасный фильм. Актеры замечательные. Ну, в фильме есть все. И экшен было, и весело. Красивые костюмы, съемки замечательные. Ну, Остап, он для каждого свой. Я бы рекомендовала его для просмотра и зрителям более старшего поколения, и молодежи. Фильм о том, как красные, белые бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом. И Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно вернуть доверие прекраснейшей девушке, которая разочаровалась в Ося и выходит замуж. Смотрите в кинотеатрах города и области. И сегодня ночью дорожные службы Ульяновска будут работать в усиленном режиме. Синоптики прогнозируют обильный дождь. Ливневщики до ремстроя заступают на дежурство. Более подробно о погоде через несколько секунд. Таким увидели сегодняшний день корреспонденты программы «Вести Ульяновска» о том, как будут развиваться события в регионе. Мы расскажем на телеканале «Россия». Сегодня я благодарю вас за внимание. Спасибо, что нас смотрели. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин В Ульяновске плюс 31, плюс 33. В большинстве районов сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса. По востоку области чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин